15 февраля 1989 года советские войска покинули территорию Афганистана после почти десятилетней войны, ведущейся на территории этой восточной страны. Те страшные сражения, о которых сначала молчали, принесли горе и боль во все семьи, не обошли стороной событий этих лет и наш регион. В Афганистане воевали около пяти тысяч амичей, из них 168 человек погибли. Боевые товарищи тех героев, родственники и друзья уже в 28-й раз собрались у памятника воинам амичам, исполнившим свой долг до конца, ратную славу приумножив, чтобы почтить их память. Мы пришли на смену ветеранам Великой Отечественной войны. К нам пришли на смену люди, которые выполняли контроляционную операцию в Чечне. И сегодня уже по большому счету наши дети и внутренне выполняют свой долг за пределами Российской Федерации. Дорогие друзья, дорогие афганцы, от имени администрации города Омска, от имени всех амичей, председательный поздравить вас с 28-й годочной вывода советских войск в Афганистане и пожелать в первую очередь вам здоровья. Потому что видение жизни, понятие, опыт все есть. И сегодня, если у нас будет здоровье, там еще очень много сможем сделать для города Омска и для России. В память о тех, кто, рискуя своей жизнью, сражался за родину в Афганистане, в Омске впервые была организована акция «Бессмертный батальон». Созданная по образу бессмертного полка, который уже традиционно проходит по улицам всех городов в День Победы, эта акция также подразумевает шествие с портретами героев, но уже другой войны. «Бессмертный полк – это Великая Отечественная война. Вот те наши деды, которые воевали, которые погибли, и те вот ребята, которые в Афганистане, во всех, наверное, горячих точках, это вот этот батальон тоже ребят, которые честно, добросовестно выполняли свой служебный долг. Это вот все ребята, которые погибли, не вернулись. Это, да, действительно, батальон. И это тоже надо о них помнить, что это очень важный батальон, который до сих пор поддерживает. И мы, я думаю, что надо помнить о них, об этих людях, потому что традиции славные, боевые нужно соблюдать, иначе не будет России». Среди собравшихся были и общественники, и представители региональной власти, и много молодых ребят. Волонтеры Победы, школьники и студенты возложили венки и цветы к монументу. Для них та война, пусть и далекий, но важный момент в истории своего края. «История должна каждым годом передаваться из поколения в поколение, чтобы наши дети помнили и знали, как это, и чтобы такого не было в будущем». Завершающим памятным аккордом этого дня стал концерт, где солисты и творческие коллективы сумели растрогать всех присутствующих, даже не имеющих непосредственного отношения к той войне, исполнением патриотических песен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова